Интересно, каков известный телеведущий Левного Жона вне экрана? Мы встретились в одесской гостинице. Я хотел расспросить о многом, но прежде всего, что стоит за тем, что 200 километров едет на работу и с нее? Любовь к своему делу или к деньгам? Ну, как там Акуджава? Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило бы только пота на все мои года. Знаете, шарманка, шарлатанка. Я как-то об этом не думал. Люблю ли я работу? Ну, наверное, люблю, конечно. А что еще делать-то? Ну, вот я пенсионер, у меня сейчас не так много работы, как было раньше. И собеседник рассказал, что между неторопливым пенсионным чаепитием у телевизора и работой он выбрал последнее. Из Москвы уехал, потому что свой дом, о котором даже не мечтал, стал для него реальным. Ну, мы построили дом. Ну, дом, свой дом. Ты выходишь на Корольцово, твой двор. Да. Ты можешь голым ходить вообще по участку. А приходится ему ездить на работу два-три раза в полмесяца. Говорю он, понимая, что может этим несколько смутить телезрителей. Стараюсь в Москву ездить как можно реже. Как можно реже. Москва – тяжелый город для жизни. Много людей. Все толкаются. Пробки. Здравствуйте. Я веду свой репортаж из обычного дачного поселка, где расположены многоэтажные загородные виллы самых рядовых наших врачей, учителей, шахтеров и пенсионеров. Шахтеры по привычке уютно расположились в своих необъятных подземных гаражах. Учителя болтыхаются в бассейнах с двумя трубами А и Бе. Из одной втекает, в другую, соответственно, вытекает. Там чего у них? Пенсионеры режутся в блэк-джек и в рулетку на свои нескромные пенсии. В общем, не знают, что еще придумать, куда зарплаты свои девать. Вот. И я сам уже подумываю, а не податься ли мне учителя или в пенсионеры какие, потому как иногда, чтобы жевать, надо и говорить то, что просят. Все. Падаю в сытый обморок. Вау-вау, мамоньки. Ну как, Хрюн, тебе такой позитив устраивает? Устраивает. Людям нужны положительные эмоции. А то в киантер вырвешься из буфета, а там тебе тоже по башке. Господа, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Фу. Нет, что там рост производства обрисовать. Или там про поршневое кольцо. И там про... Сколько пылесосов починили сегодня. Как? Что тут можно посоветовать? Чего? Ну вот, например, на водопроводном кране пишут гор и холод. Ну, в смысле, горячие и холодные? Ну, рамотные читали. Гор, холод, ничего. Может быть, и на телевизоре сделать две кнопки. Хор и плохо. Нажимай, какая тебя устраивает. Лёвушка, ну, у вас не голова, а просто компьютер нового поколения. Прям Intel Pentium 8. Ты, Юрьевич, лучше нам про телевидение нового поколения доложишь. Нет, о телевидении лучше всего спросить у специалиста. У нас на прямой связи, в студии, в гостинице «Россия». Главный прокуратор НТВ. Ой. Арест ордеров. Добрый вечер. Здравствуйте, дружище. А мы с вами разве ещё не виделись, Лёв Юрьевич? Увидимся. Сегодня я вас завтра милости просим к нам. А сегодня можете пока задавать вопросы. Но пока. Спасибо. Вы действительно занимаетесь телевидением будущего. А что же вы думали, деточка? Нас сейчас ваши финансы, что ли, интересуют? Будем мы из-за такой мелочи по карманам шариться. Просто хочется с умными людьми пообщаться и всё. Допросить их, какими они видят это самое телевидение. Там протокольчик составить, автограф, соответственно, получить. Ну, и к каким же выводам вы пришли? Ну, к каким. Ну, всех мы, конечно, не перестреляем, но мы не ставим перед собой такой абсурдной задачи. Однако, сами посудите, каналов развелось всё-таки. Причём на одном говорят, что где-то там жахнуло, на другом, что бабахнуло, на третьем, что долбануло. Попробуй тут разберись, где правда жахнуло, бабахнуло или всё-таки долбануло. Больше объективности нужно. Простите, господин Олдинов, а президента только хвалить можно будет? Ну, что вы, миленький, ругать будем вовсю. Эх, вы такой сякой не высыпаетесь. Работаете слишком много, не жалейте себя. Нехорошо, право, беречь себя надо. Безжалостно так. Кстати, Лев Юрьевич, у вас семейный бюджет имеется? Я хочу вас спросить. Ну, так как и в любой другой семье. А финансовую документацию по нему невось не ведёте, непорядочек, дружище. А вдруг мы нагрянем к вам завтра в 9.20 в семью с проверочкой. Может получиться неувязочка. Или нагрянем в 9.21 с копейками. Вот спасибо, что предупредили. В этой программе тогдашнего старого НТВ «Тушите свет» прозвучало. В России одна беда – это дураки, которые стоят у нас на дороге. Дураки и дороги? Я даже не помню, кто это первый сказал. Но это наверняка не Жванец тебе было сказано. Тут такая вещь, что всё-таки там в силу профессии мне пришлось встречаться и приходиться с таким количеством людей и с таким количеством впечатлений. Я не хвастаюсь, у меня просто в голове какая-то толпа. Как в автобусе в часы пик. Они все толкают, что-то говорят. И кто, чего, когда, значит, сказал, я могу, в общем, и перепутать. В принципе. Поэтому насчёт памяти. Ну сейчас же есть интернет. Это такой протез. Памяти можно вспомнить, когда Пётр Первый родился. Я напомнил, что «Дураки и дороги» из той старой его программы, которая называлась «Тушите свет». Тогда из-за конфликта с новыми хозяевами журналисты уходили из НТВ. Там как? Там сначала ушёл Добродеев, вот, Теселёв стал, Евгений Алексеевич стал главным редактором и генеральным, значит, директором. Потом пришли, значит, люди, ну, пришёл Владимир Михайлович Кулетников. И он мне сказал, ты останешься или уйдёшь? Вот. Я сказал, я останусь. Евгений Киселёв звал на «Шестой канал». Туда пошли не все. Некоторые остались, некоторые продолжали выбирать. Спросил у Киселёва, а куда мы пойдём дальше после «Шестого канала». Ничего не было известно. Например, что Евгений Алексеевич поедет на Украину. Словом, остался на НТВ. Его нет в федеральном эфире. А сейчас же всё за границей, в принципе. У меня сейчас такое ощущение, что и Россия, в каком-то смысле, за границей. Я живу сейчас, ну, в общем, так оно и есть. Это другая страна, это не Советский Союз. И мы все, в общем, живём с чувством эмигрантов. Потому что мы находимся в какой-то эмиграции, может быть. Эмигрировали из Советского Союза в Россию. Вот. И это и навещание. Но за пределами России живёт огромное государство, населённое людьми, которые говорят по-русски. Говорят, думают, там, любят, им сны снятся по-русски. Это около сорока миллионов человек. То есть это целое государство. Страна — это же язык, прежде всего, да? Это не диаграфический. Поэтому в России как минимум две. Как минимум. А на самом деле их бесконечное количество. И я встречаюсь с этими людьми, рассеянными по всему свету. Видимо, так тоже неправильно говорить, потому что, в общем, их никто не гнал. Они сами уехали. Некоторые живут на два дома и работают. Да, или даже на три. Вот. Там, в России, там, где-нибудь, в Гренландии. Там, ну, сейчас везде есть люди, которые говорят по-русски. Там, назвать их русскими, ну, для меня это русские люди. Ну, для меня русский человек, кто это? Который говорит по-русски. Вот. Там не важно, чего там, как у него кровь там течёт. Вот. И я с ними встречаюсь. То есть, это могут быть даже французы, у которых русские где-то там с Наполеоном там пришли, которые там переженились, которые говорят с акцентом. Но это, в общем, русские люди, потому что их Россия интересует. Их интересует язык. Ну, их им не важно, там, какое правительство. Путин, не Путин. Или кто. Вот важно вот всё. Вот у меня был недавно француз, который всё время, особенно французы, они начинают опускать Францию и признаются в любви к России. Говорят, ну, да, ну, французы, ну, французы, они жадные. И всё там рационально. Вот там русские. Вот. Я говорю, ну, а всё-таки вот чего вы здесь торчите-то? У него там бизнес. Он говорит, потому что здесь всё время, каждый день что-то меняется. 200 лет назад, 300, вот стоял бар, так он до сих пор там стоит. А в России всё время переименовывается, меняется, закрывается, открывается. То есть движуха. Я их понимаю. Поэтому это, возвращаясь к вашему вопросу, почему 200 километров по Москве, ну, это движуха, ну, ты ездишь. Это же целое приключение. Здравствуйте. В эфире программа «Наши» со Львом Новоженовым. Сейчас довольно трудно ответить на вопрос, что такое эмиграция. Границы открыты, недвижимость продаётся. Захотел – уехал, захотел – вернулся. А как преуспевающий газетчик Новоженов вдруг оказался на телевидении? Оказывается, его пригласили делать информационную программу на четвёртом канале. За полгода начала НТВ. Об этом известный продюсер Анатолий Малкин попросил телеведущего Дмитрия Деброва. Он полковник, казачьих войск Дебров. Несмотря на то, что он ведёт передачу, как она называется сейчас, «Как стать миллионером», да, позвали. И я, конечно, этим горжусь. Потому что я вообще не… Когда-то, конечно, я пробивался, устраивался в молодости. А потом, ну, мне делали предложения, от которых я не мог отказаться. Я прочёл в Фейсбуке, как Лев Новожёнов встретил другого популярного ведущего Юрия Николаева. Хотел сказать ему что-то приятное. И заметил, какие красивые у того зубы. «Хочешь, дам тебе поносить», – ответил тот. А как вообще складываются взаимоотношения между известными лицами экрана? Оказывается, не только ведущие не любят друг друга, но и остальные тоже не любят их. Считают, что работают на них, а в кадре – ведущие. Его знают, а их нет. В отличие от газеты, где братство, любовь, где остаются после работы, на телевидении всё холодней. Гонк пробил, все побежали, только чтобы не находиться там. Но бывали, конечно, исключения. Одно из них – программа «Времечка», которая родилась из газетного формата. Во «Времечке» работала режиссёром одесситка Аня Фёдорова. Мы с ней подружились давно, ещё в молодёжной газете. Как-то Аня позвонила из Москвы, нет ли в Одессе чего-то такого. Чего-то такого у нас было всегда. В тот раз самая лёгкая в мире базарная гиря. Она весила всего лишь 600 граммов. Не помню, с ней ли тогда сюжет или нет, но сюжет о собирателе табличек я запомнил надолго. Этот сюжет был сделан в фирменном новожёновском стиле. И запомнил его, хотя он и не был одесским. В квартиру жителя Саратова Дмитрия Милявского посторонним вход запрещен. А тем, кто туда всё-таки попал, нужно строго придерживаться определённых правил. Не стоять под стрелой, не влезать, а то убьёт, и уважать труд уборщиц. Квартира эта полна загадок. С одной стороны, здесь пива нет. А с другой его разливают. Правда, только светлая. Такую жизнь Дмитрий устроил себе сам. Своими собственными руками. Ведь именно этими руками Дмитрий на протяжении 15 лет откручивал, отвинчивал и отковыривал, где только можно и нельзя, разнообразные вывески и таблички. В массе своей они или же запрещающие, или дающие бесполезные советы. И теперь уже являются раритетом, как бы музейной редкостью. Всего в коллекции Дмитрия полторы тысячи экземпляров. Все они были в разное время похищены из госучреждений или сняты со стен жилых домов. В армии видел бесподобную вывеску. К сожалению, мне было долго ещё служить, я не смог её привезти посудомойкой, ну, куда выносить, тарелки с объедками. Была двухметровая вывеска из полированного дерева, бережное отношение к отходам, ощутимая добавка к солдатскому столу. Разумеется, сколько с тех пор воды утекло, но о Льве Новожонове на НТВ вспомнили. Я сидел в гримерке, пришла девушка и сказала, что она шефередакт, шефередакт. И спросил меня, вы кто? Я говорю, не скажу. Она говорит, а там несколько было гостей у меня. Она посмотрела как в бумаге и говорит, вы Политковский. Я говорю, неправильно. Она ещё посмотрела в бумаге и говорит, вы Зиманьян. Я говорю, нет. Она посмотрела ещё раз в бумаге, а, говорит, тогда вы Лев Новоженов. Я говорю, правильно. Диалог этот. Завершили вопросы. Чем вас развлечь? Спросила она. Прямо здесь спросил он. Я помню, Лев Новоженов вел программу «Старый телевизор». Телевизор вообще старый. Может ли он помолодеть? Для Льва Юрьевича тема оказалась близкой до боли. Тогда, когда возникла передача «Старый телевизор», это было на старом НТВ, уже старом. Даже странно применительно к НТВ произносить слово «Старый НТВ». Ну, это так. Было «Старый НТВ», сейчас «Новый НТВ». Она тогда была уникальна во многих смыслах этого слова. Сейчас этот формат растащили. Без всякого... Ну, люди неблагодарны. Ну, мало ли, что было. Мы тоже используем разные заголовки. Не ссылаясь на первоисточник. Вот. Ну, вот эта вот программа... Было время, это практически «Старый телевизор». «Старый телевизор» была программой, не просто ретро-программой. Она была своего рода таким навигационным прибором, который позволял определиться на местности, да, где же мы вот сейчас находимся, да, в сравнении, в какой точке, да. Мы правильно движемся или мы пятимся назад, вот. И вообще, хорошо нам или плохо, да, в принципе. Ну, вот эти, там, 90-е годы называют проклятыми. Да? Ну, это формулировка, которая сверху спущена и дана. Наш президент, значит, сказал, что этот распад Советского Союза был геополитической катастрофой. Ну, так вот, так это или не так, на самом деле. Потому что не может быть, чтобы всем было плохо. Журналистам в начале 90-х было хорошо. И считают, что ему посчастливилось оказаться на российском телевидении в то время. Мой собеседник родился вскоре после войны, в 46-м. И этот год был голодным. Были карточки, по-моему, они были до 48-го года. Поэтому, когда я сегодня слышу стоны о бедности, о том, что там вообще-то, ну, все так плохо, нечего носить там все. Я вспоминаю свое детство, в очереди за мукой. Три килограмма, значит, в одни руки. И соленое сливочное масло, и курица просто по праздникам. И все это в Москве, которую кормила вся страна. Что ж тут говорить, к примеру, о какой-то там Одессе? Лев Новоженов как-то сказал, что на телевидении глупеешь. По нему, честно говоря, не видно. Но что дала и что отняла профессия. Я перестал писать. Я стал работать на телевидении, я перестал писать. Вот, к сожалению. Ну, есть люди, которые все-таки взяли все руки. Тоже Витя Шендерович, он не перестал писать, а даже наоборот. И у него появилась новая тема, новые впечатления, новые люди. Но потом я тоже взял себя в руки. Я понял, что нужно что-то писать. Вот проблема телевидения, что нужно все время что-то говорить, что-то обсуждать. И нет времени думать. А когда нет времени думать, вообще мысли возникают от праздности. Просто, когда человек лежит на диване и ничего не делает, тогда сразу возникают мысли. Или вот ты гуляешь просто. И мысли у Льва Новоженова нередко возникают в пробках. И он в новой книге есть целый раздел из придуманного именно там. А книга называется «Сугубо личное или искусство жить неправильно». Как утверждает Льва Новоженов, именно этим он и занимается всю свою жизнь. Одно из стихотворений в книге «Шпионская» посвящено его другу. Шпиону, как он о нем говорит, Юрию Табаху, морскому пехотинцу США. В Москве он служил представителем НАТО. А когда-то его родители увезли в Штаты. Родители были фармацевтами. Очень хотели, чтобы сын стал фармацевтом, фармакологом. А он пошел в военно-морскую академию в США. Побывал в разных горячих точках мира. Дослужился до больших чинов. Его служба закончилась. Его поздравлял сам президент Соединенных Штатов. И посол присутствовал на церемонии. Я это видел. Я знал, что у Льванова Женова есть теория, как избавиться от воровства. Если кто-то бросит воровать, а кто-то нет, то тот, кто бросит, проиграет. Вот автор считает, что нужно бросать воровать по алфавиту. Я же подумал, что пока до Путина дойдет, то пол России не останется. Поэтому предложил собеседнику другую теорию. Сначала избрать президента на букву «А». Лев Юрьевич сказал, что здесь у него попросту нет ответа. Практически все воровали. Каждый уносил, что мог. Я тоже не без греха. Я там пишущий машинку украл в издательстве, где жена работала. Название новой книги «Искусство. Жить неправильно». А как вообще нужно пройти жизнь? Лев Юрьевич говорит, что в двух словах не ответишь. И ответ в его книге. В соответствии с какими правилами ее нужно прожить? Этих правил очень много. Кто ездит на автомобиле, тоже знает, что бывают ситуации, когда правила нужно нарушить. Правила гласит тот-то, а тут нужно отступить от них. Чтобы живым, в принципе, остаться. На вопрос, что объясняет слово «любовь», Лев Новоженов отвечает, что для него это дружба и секс. А когда я спросил, хороший ли он отец, сказал, что не знает, каким был. Но с негативным опытом стал хорошим дедушкой. А на вопрос, какое время лучше, ответил. Я не могу капризничать и говорить, что осень лучше, чем зима, зима лучше, чем лето. Мне все нравится и все приводит в восторг. И, как говорится, нет плохой погоды, а есть плохая одежда. А сейчас, в общем, с одеждой нет проблем. Поэтому любая погода подходит. Ну, конечно, сейчас начнется зима. Я не знаю, как у вас в Одессе выбирает снег или нет. У нас тоже с этим проблемы. Но поэтому тоже есть какая-то своя прелесть. Сейчас поставим шипы. Будем ездить. Снег – это очень красиво. Зима – это очень красивое время года. Ледом прекрасно, потому что можно сидеть на веранде. Осень – невероятно красиво. Очень бодрит. Весна – это надежды опять какие-то новые. Думаешь, вот весна. Может что-то случиться опять хорошее. Так что все нормально. Я слышал, что юного Леву Новоженова взяли в штат литературной России с подачи самого Сергея Михалкова. Ну, вы знаете, как раньше было. Нельзя было прийти с улицы и сказать, я хочу у вас работать. Кто вы такой, что? Вас бы не пропустили охраны и все такое против. Поэтому это всегда делалось через каких-то третьих лет, знакомых и все. Отец мне сказал, я тебя на работу устраивать не буду. А я хотел пойти по стопам отца, естественно. Отец был журналист. Но у меня был Отец Евгений Георгиевич Курочкин. Царствие ему небесное, значит, покойный. Он был довольно известный в Москве человек. И первое мое место работы в газете я работал курьером в «Вечерней Москве». И, конечно, работы курьером я познакомился со многими людьми, впоследствии известными и вошедшими в историю журналистиков. А потом были в многотиражке заводские газеты «Знамя труда», там завод «Москабель», «Московский водник». И там тоже много было замечательных людей, которые потом ушли в большую прессу, возглавляли отделы крупных журналов, там «Огонек», например, и прочих, прочих. Ну, конечно, из многотиражки нужно было идти в большую газету, во взрослую. А как туда попасть? Ну, как, ну, там, вот там. А вот у нас есть знакомая, она там-то работает, там, вот. Есть, знаете, вот у нас тут мальчик есть, Лео, там, Путин. Ну, приходишь, да, тебя принимают какие-то равнодушные люди, у которых нет времени, они, значит, спешат, там, мальчик пришел. Ну, как это сейчас, ну, напиши заметку. Вот про это напишите, да, там, дают первое задание, ты там пишешь. Потом другую, третью, четвертую, пятую, шестую, десятую, вот. Ты никто, ты не работаешь в штате, вот, но претендуешь. Ну, если ты пишешь хорошо, да, тебе берут, да. И меня тоже хотели взять, но было условие, моя будущая начальница, Маргарита Николаевна Ломуновна сказала, Лео, вы хорошо пишете, но, понимаете, у вас пятый пункт, пятая графа, вот. И с этим могут быть проблемы, потому что наш главный редатор, Константин Иванович Позднеев, ну, негативно относится к евреям. Ну, это было нормально, ну, это даже не оскорбляло, ну, это была реальность, ну, вот такая реальность, да. Ну, и, в принципе, и сейчас тоже, ну, есть люди, которые не любят евреев, ну, я их понимаю тоже, ну, не любят, но они есть, да. Ну, это вот, как есть слоны, там, жирафы, там, тараканы, вот. Это, как бы, реальность. И она говорит, значит, если вот есть возможность выйти на главного редактора, чтобы подтолкнуть ситуацию как-то, вот. А мой, значит, дочим Евгений Деоргиевич Курочкин, кстати, вот, преферансист. У него было, вот, по преферансу у него было очень много друзей. Вот у них есть свои слабости, они, одни любят выпить, другие, там, преферанс, там, и все. Ну, и на этой основе дружба завязывается, значит, и выжили на Михалкова, на Сергея Владимировича, на Никиту Сергеевича, ну, вели герои соцтруда, там, дядя Степа и все такое прочее. И говорят, ну, есть там мальчик, вот такой вот, ну, возьми, ну, там, как-нибудь пишет. Ну, и Михалков позвонил позднее. Как известно, у меня нет, да, пародии, я не могу сбросить этот разговор, но примерно, значит, он выглядел так, он говорил, Михалков всех называл на «ты», конечно, но это была такая партийная привычка, ну, «ты», да, там. Он говорит, «Костин, ну ты что, там, евреев, что ли, не берешь на работу?» Он говорит, я, Сергей Владимирович, как я не беру на работу? У меня ответ секретарь Наум Борисович Лейкин, там, вот, замредактора «Куклис» Григорий Львович, вот. Он говорит, ну, 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 я понял, ну, возьми еще одного, Жиденка, там, это, мы говорим, Жиденка, возьми еще на работу, понимаете? И так я, значит, попал в литературную Россию, да, вот. И, конечно, это были счастливые шесть лет, потому что я увидел, ну, великих, ну, я увидел, вот, как вас, вот, оставь его, значит, Шукшина, там, вообще, Распутина, там, вот этих людей, это было. И работал я в одном отделе с Сашей Соколовым, который потом стал знаменитым русским писателем, о котором даже Набоков успел, значит, позваться. И нужен был маленький отдел информации, нужен был маленький, там, сорок строк. Но эти сорок строк, это же писательская была газета. И говорили, посмотрите, как Саша Соколов написал о музее Грина, Феодосии. Там 70 строк. Это же великолепно, это настоящая, как бы, эссоистика, да, а музей, говорит. К Украине у Львана Важенова отношение особое. У меня мать из Полтава, она родилась в Полтаве. Я, к сожалению, в Полтаве не было. Ну, ну, так, в Украине, конечно, поездил. Ну, для меня это вообще было откровением, потому что я западную Украину не знал. Вот, и мы вот тут два года назад туда ездили, путешествовали. Значит, после войны мой дед с бабкой жили в Харькове. А поскольку мои родители, меня очень рано родила, значит, мать. Ну, отцу было 19, матери 18. Ну, они меня бросали, мне когда было заниматься воспитанием. Значит, один, значит, по матери, девушка с бабушкой в Харькове, а до этого в Пятигорске. Вот. А другие, дерзко с бабушкой, они бряг, там, Новозыпков. Значит, у меня девушка был военный, он закончил бронетанковую академию имени Сталина в 37-м году. Значит, танкист. И поэтому у меня было, вот, все время было ощущение, что, ну, во-первых, война, и вот следы войны, и она недавно, значит, закончилась, и все было наполнено вот этими воспоминаниями, и мы тоже все, ну, все мы хотели быть лёгиками, танкистами вообще. Сейчас вот, мне что странно, что сейчас никто не хочет служить в армии, да? А тогда все были, хотя бы, лучшая судьба для человека была, это стать офицером. Сейчас я от этого, значит, отмахиваюсь. Вот так вот времена, значит, перевернулись. И, значит, мать просила меня, она умерла год назад, просила похоронить ее с родителями. И буквально год назад, осенью, я ее прах, значит, отвез в Харьков, и мы, значит, похоронили. В Харькове у меня остались только племянники двоюродные, потому что все побирали, и, значит, еще был вдова брата. Поэтому, ну что, для меня Украина, для меня Украина это вообще все. Я вообще не понимаю, какая разница, вот. Она, может быть, даже для меня ближе, даже, ну, в каком-то смысле, чем, значит, Пасква. Потому что, ну что, ну, бабушка делала вареники с вишнями, значит, борщ. Потрясающе красивые женщины, очень красивые женщины на Украине. У меня мать тоже была, ну, мать-то у меня еврейка, но одна, ну, с очень надеем склочным характером. И один раз мы ехали на электричке с дачи, и она поссорилась со всем вагоном, пока мы ехали. И когда мы выходили, человек напротив сказал, какая хохлушка вредная. Это про мою мать что-то. Какая вредная хохлушка. Так что она спокойно, значит, сходила за хохлушкой, тоже была очень хороша, значит, с собой. Поэтому для меня это, ну, не то что, ну, для меня это такое переживание с такой страны, там, Украина, Россия. Мне не важно, что там полезете, что они там мудряные, ну, господи, все останется. То есть, ну, вот мы сели и приехали. Я говорю, ну, никаких проблем, никто нигде ничего не останавливал, не спрашивал, там, что вы там везете и все такое прочее. Вот. Еда, женщины и литература, вот это основа любой народной дипломатии.